Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На проект вернулись Богдан Ленчук и Иван Барзиков. Многие фанаты предположили, что появление Богдана связано с окончательным расставанием Марины Африкантовой и Андрея Чуева. Но эти выводы были поспешными. Богдан пришел не к Марине. Он считает, что отношения у Чуева и у Марины еще не окончены и лезть в их пару он не хочет. Татьяна Владимировна Африкантова пишет «Я Марине сказала, попробуй с Богданом». Но она резко ответила, что ей отношения не нужны, она хочет насладиться свободой. Богдан пришел к Лене Босс, также он понравился Маше Тулеевой. С Машей он и провел почти весь день. Иван Барзиков пока не определился с симпатиями. Он выделяет Сашу Гозиас и Кристину Лесковец. Чтобы оставить обоих парней в периметре, провели ракировку и выгнали Александра Михалева, потому что он не строит отношения. Андрей Чуев переехал назад в вип-дом Африкантовых под предлогом скорого приезда дочери, которой будет неудобно жить в общем доме. Девочка приедет на поляну 25 июня. Привезет ее из Дубая бывшая жена Чуева Татьяна Киуси. Чуев уже занял комнату Яны. Он развесил по стенам полки и разложил вещи. Саша Артемова и Женя Кузин приезжали за вещами на поляну. Саша рассказывает, «Ну что же, вещи мы окончательно собрали, комната опустела, хотя вся от пола и до потолка пропитана нашей любовью. Хотелось бы, конечно, чтобы досталась она настоящим чувством и не переходила из рук в руки. Я буду скучать, так как покидаю свой любимый Дом-2, где я встретила любимого мужчину, получила колоссальный опыт жизни и приобрела друзей». Также Артемова рассказала, почему они с Женей покинули проект. Они едут в Новороссийск, ребята хотят работать, учиться и развиваться, а не бесцельно сидеть на проекте. Очередная пара из проекта Дом-2 связала себя брачными узами. Элла Суханова и Игорь Трегубенко сыграли наконец-то свадьбу. На торжестве было много домовцев. Андрей Черкасов появился на свадьбе в сопровождении своей новой пассии Стеллы. По словам Черкасова, совсем скоро его девушка станет участницей телестройки. Подробный же рассказ об этом событии смотрите в нашем спецвыпуске. На поляну приехала Оля Рапунцель. Дима стойко перенес встречу с ней и делал вид, что она ему безразлична. Все стали сравнивать двух Оль. Рапунцель держала верх. Однозначно все решили, что Райская гораздо хуже. А Оля Райская находится в родном городе. Она пишет «Пока я занимаюсь только учебой, дипломом. Завтра я иду в салон наводить красоту. Мой Дмитрий любит естественную красоту. И я обещаю не переборщить с процедурами». Дочке Ксении Бородиной исполнилось 7 лет. Ксения написала в своем блоге «Я горжусь тобой, родная. Я знаю, что ты добьешься в жизни многого, что ты всегда будешь окутана моей любовью и лаской. Прости, что я бываю занята на работе, но знай, что я все делаю для вас с сестренкой. Я живу ради вас, мои родные. Я жизнь положу на то, чтобы дать вам все». Марусе устроили грандиозный детский праздник в стиле мультфильма «Русалочка». Мужа Ксении Бородиной и Курбана Амарова на торжестве не было. Возможно, слухи о их расставании – это правда. Но Курбан письменно поздравил дочь Ксении с днем рождения, правда, очень сухо. Подписчикам не понравилось это поздравление. Текст выглядел как досье на девочку или характеристика, но никак нежное поздравление с праздником. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!